Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о часах фирмы Тесо. Модель называется Т035.407.11.031.01. Скорее всего это вот такое вот у них название. Сейчас я вам покажу карточку. Вот карта так выглядит, по-моему, вот это вот номер модели такой. Данные часы покупал где-то... Покупал я их 6 сентября 2018 года. Вот. Часы неплохие, надо сказать. В этом видео я вообще расскажу об этих часах, также сравню их с японскими часами. Расскажу мое мнение вообще о данной модели, вообще о бренде часов. Ну для начала часы продаются вот в такой вот огромной коробке. Ну это вот вверх коробки, как обычно. Вот эта вот штука снимается. Вот так вот, да? Это сверху. Тут вторая коробка огромнейшая лежит. Сейчас я поставлю фотоаппарат, просто так близко очень. Вот, а одной рукой мне коробку это не открыть. Вот так вот эта коробка выглядит внутри. Вот. Вообще любые швейцарские часы, любой швейцарский бренд очень парится с упаковкой своих часов, для них это очень важно, поскольку эти часы, ну как бы это имидж, куча всякой-всякой макулатуры, ну там, извините, еще дополнительно лежат. Здесь вот макулатура, здесь вот макулатура, вот там вот внизу в коробке еще целые каталоги вложены. Вот здесь вот каталоги лежат по часов, то есть вот здесь вот глянцевые книжки, где куча-куча моделей часов. Я даже не знаю, как эти книжки достать отсюда. Вот так вот они впихнуты. Не, я их как-то доставал, конечно, когда покупал, полистал и убрал, и даже не хочу их доставать, потому что это все... Но я не знаю, для кого это. Это вот для маньяков каких-то, наверное, часовых, вот эти вот всякие коробочки, каталоги, это... Ну, возможно, если бы это был Rolex, я не знаю, да. Но, ребят, это Tissot. Это, в принципе, один из самых дешевых швейцарских брендов часовых. Но, тем не менее, вот Швейцария. Они всегда пускают, можно сказать, я не знаю, пыль в глаза, не пыль в глаза. Но им надо продать свой продукт как можно дороже. Вот одна эта хрень, наверное, стоит, допустим, тысяч пять, да. А сами часы стоят, допустим, тысяч тридцать пять. Ну, вот считайте, я не знаю, какой процент. Это мое мнение лично. Может быть, упаковка еще дороже стоит со всеми этими глянцевыми фигнями. Вот. Сами часы я покупал за 40 тысяч рублей тогда. Но тогда доллар был не такой дорогой. Грубо говоря, эти часы стоят примерно около 800 долларов. Это дешево, на самом деле. Это... Ну, все-таки это настоящая Швейцария. Говорю, вот одна упаковка, чего это стоит. Но это самые дешевые швейцарские часы, именно швейцарские, да, которые в Швейцарии делаются. Вот. Известного бренда достаточно, особенно в России. Ладно, с упаковкой. Все на этом, больше я про упаковку говорить не буду, не вижу смысла. Вот. Сейчас про сами часы. У этих часов есть индикация дня недели. Также дата внизу. Видно дату плохо. Во всяком случае мне, с моим зрением, я считаю, сделана она неудачно. Ее тяжело разглядеть. Она так утоплена как-то в глубине, надо смотреть в упор. Ну, наверное, если вы будете смотреть на компьютере, на большом экране вы это хорошо увидите, какое тут число. Ну, а так, не шибко, отлично видно. Дай день недели-то тоже, я бы не сказал, что очень четко отображается. Стрелки покрыты флуоресцентом покрытием. Они светятся в темноте, но не так хорошо, как у предыдущих часов, которые я вам показывал на обзоре, вот у этих вот Casio. Чуть-чуть видно их. Я их даже, наверное, снять вам не смогу показать в темноте, как это будет выглядеть. Но светятся они не очень хорошо. Данные часы имеют водозащиту 100 метров, в них можно купаться. С другой стороны у них прозрачная крышка задняя. Часы эти, ну, естественно, с автоподзаводом, но их можно еще и заводить, вращая вот эту вот головку. То есть вы вращаете, и часы заводятся. Если вы их не носили, решили одеть, вот я не знаю, здесь может быть будет видно, вот так вот пять оборотиков делаете, вот, и достаточно. И часы будут ходить. Время переводится. Вытаскиваем головку на два щелчка и переводим время. Сейчас я подальше от 12 отведу, чтобы показать вам заодно, как дата и день недели переводится. Так, сколько у нас сейчас? 15 часов 35 минут примерно, да? Так, 15 часов 35 минут. Вот, секундная стрелка при этом стоит. Дальше вытопляем головочку и выставляем. Вот, вперед. Это она у меня захлопнулась полностью. Тут вот тонко так вот надо нащупать именно на один щелчок, так-то и просто на самом деле. Ага, вот день недели пошел. Видите, вторник, допустим, там среда, четверг. Ну пусть, допустим, четверг будет. А вот сюда, вот в другую сторону, если вращать головку, то можно выставить дату. Вот, видите, третья, четвертая, пятая, шестоя, ну и так далее. И вот, совсем небольшой щелчок, головка не завинчивается никак. Ну, естественно, тут буковка Т есть. Она никак не завинчивается, но при этом воду не пропускает. Часы вообще красивые, беленькие, мне очень нравятся. У них, как вам сказать, очень классная обработка. Ладно, сами часы понятно. Стекло, естественно, сапфировое. Ну, у швейцарских часов у всех сапфировое стекло идет. Вот, а вот сам браслет, конечно, очень классно сделан, очень приятный. При этом часы тяжелые, потому что браслет литой, это не штамповка. Застежка, бабочка у него. Классная застежка, на самом деле. Вот, и на видео этого не передать. Вот, в принципе, я теперь понимаю, что такое настоящая отделка. Прям очень приятно руке вот браслет трогать. Никогда не думал, что, да, металлические вещи могут быть приятны на ощупь. Вот, в данном случае, да, браслет он офигенный, конечно. Прям ласкает кожу на руке, честно скажу. То есть, я, наверное, теперь отличу подделку китайскую от настоящих швейцарских часов. Вот даже на японских часов, на любых, это все не то. Это вот, ну, железо и железо. Здесь совсем по-другому ощущения. Как это на видео показать, я не знаю. Это вот только в руке можно потрогать, понять, ощутить, насколько они приятны на ощупь. Тактильные ощущения, конечно, классные от них, но при этом они тяжеленькие из-за браслета. На моем запястье часы выглядят таким вот образом. Браслет здесь никак не регулируется. Единственное, только снимают со звенья. То есть, в отличие от японских часов, во всяком случае, вот у этих часов нет возможности быстрого удлинения или укорочения браслета, нужно снимать звенья. Звенья снимаются по стрелочке, здесь вот стрелочка нарисована, выдавливается шпилька в сторону стрелочки и снимается звено целиком. Причем сразу вот на такое расстояние. Так что сильно, круто вы по руке часы эти не подгоните. Японские более точнее можно подогнать. Хотя они у меня удачно сели, я не жалуюсь. Ну, действительно, нормально, хорошо подошли. Но вот так вот, грубо говоря, да, там, как в японских, я не знаю, ну, допустим, на 5 миллиметров не подрегулируйте. Сразу где-то на сантиметр получается регулировка браслета. Для того, чтобы снимать звенья на часах, у меня есть специальная приспособа, она в Китае стоит где-то 100 рублей на самом деле. Я вам ее рекомендую купить, если вы любите часы и часы с браслетами. Не думаю, что хорошая идея каждый раз в часовую мастерскую бегать, удлинить браслет, укоротить браслет. Покупайте штучку специальную. Я, кстати, вам ее сейчас даже покажу. Я не буду звенья снимать, но вы поймете, как это делается. Это очень просто. Покупаете вот такой вот предмет. Он так и называется укоротитель или удлинитель браслета, по-моему укоротитель браслета. Здесь все очень просто. Вот такая вот штучка, выворачивается и заворачивается. Вот там на конце вот такая вот иголочка. Тут, кстати, еще сменные насадки есть на разные браслеты, но у меня одета та, которая ко всем часам подходит, стандартная. И чтоб укоротить или удлинить браслет, просто берете браслет, смотрите, звено со стрелочкой где, да? Вот смотрите, в какую сторону стрелочка. Вот так вот вставляете сюда браслет. И начинаете просто завинчивать эту штучку. Все, иголочкой попадаете в отверстие у браслета. Браслет здесь вложен, он фиксируется, никуда не отодвигается. Вот, крутите и буквально там пару оборотов и шпилька у вас щелкает, и рукой ее из часов вынимаете. Я просто не хочу лишний раз доставать шпильки, поймите правильно. Вот, потому что если я сейчас вам покажу, чуть-чуть надавлю, шпилька сразу выскочит. Вот, они очень легко выскакивают. Штучка очень удобная, всем рекомендую, стоит недорого. На алиэкспресс дофига таких. Называется укоротитель браслета и будете сами браслеты укорачивать, ничего не оцарапаете, да? Там никакими там молотками, иглами, не знаю, чем вы там браслеты в домашних условиях себе делаете. И в мастерские ходить не надо, в часовые. Не так убрали что-то, звено подделали как надо. Но это если вы, опять же, любитель часов с браслетом, если у вас не одни, а несколько часов пригодится. Вот, продолжим про часы, а то немного отвлекся. Что мне в этих часах в принципе нравится? Нравится мне в них все, ребята. В них есть индикация дня недели, я вам показывал, как переводится, индикация даты, время. Ну и все, больше часов. Ждать особо-то и нечего. Точность хода этих часов от минус 10 до плюс 40 секунд в сутки по паспорту, по факту же они у меня убегают на минуту где-то недели за две. То есть достаточно точные для механических часов. На то она и механика, механика точно не бывает, потому что здесь уже играет сила тяжести, земного притяжения. В таком положении часы могут уйти на секунду вперед, в таком отстать могут на секунду, в таком на 2 секунды могут убежать, так могут вообще точно ходить, допустим, да, там. Вот, это зависит от того, как они повернуты. Есть такое еще усложнение, приспособление турбион называется. Оно сперва только на настенные часы делалось, потом стали в карманные часы его вставлять, но опять же, в кармане часы носились всегда вот в таком вот положении, и они как бы вот это вот якобы компенсировали земное притяжение, но наручные часы, ребят, вы и так можете, и так носите, так рукой все время по-разному делаете, так что все это ерунда. Часы точные механические у вас никогда не будут. Хотите точные часы, покупайте кварц, пожалуйста. Причем кварц берите японский, потому что если механические часы все-таки Швейцария, да, она как бы считается лидером в часовом производстве по механике, то по кварцу лидером идет Япония. Первые кварцевые часы в принципе Seiko начали выпускать, японская компания, но это даже все остальные подтянулись. Ну а когда появились Casio и Citizen, которые первые стали делать калькуляторы, заряжающиеся от лампочек, и когда они в кварц еще сделали датчики света, способные заряжать батарею, то конечно равных им не стало. Seiko пошла немного по другому пути, она стала делать кварцевые часы, тоже с ротором, типа динамо-машинки, там аккумулятор от ношения подзаряжается, такая смесь получается как бы механики и батарейки. Интересное достаточно решение. Ну сейчас Seiko тоже уже естественно появилась от света заряжающиеся. В принципе, как и швейцарские часы появились от света заряжающиеся, даже тот же TESOT стоит, причем кварц швейцарский дешевле, чем механика. Но это всегда так было, потому что механику делать сложнее, дорогое производство, но при этом оно менее точное. Это вот просто, как сказать, механика. Сначала все покупали, потому что, чтобы не было такого, что не вовремя батарейка сядет, это народ бесила, да и, как правило, после первой, второй замены батарейки люди плевали, просто легче было новые часы купить, чем уже батарейку поменять, то механика, она практически вечная была. Вот, ну сейчас все поменялось, сейчас уже кварц стал тоже актуальный. Если сравнивать же данные именно часы с автоподзаводом, с японскими, я вам так скажу, швейцарские, они чуть-чуть точнее все-таки ходят, на мой взгляд, но они по надежности, я не думаю, что японские выступают, но они поточнее ходят, и они приятнее по обработке. Вот разница. Особенно вот в ремешке чувствуется, конечно. Ну, все круто, он как вот единое целое все-таки с часами браслет. Здесь немного не так. В данных часах стоит механизм, называется Powermatic 80. Это новый механизм, достаточно новый. Хватает его примерно на трое суток, ну, на 80 часов, грубо говоря, завода хватает, потому они так и называются Powermatic 80. Это достигли за счет снижения колебаний. Вот, я не часовщик, я вам вообще подробно, конечно, это не распишу, но здесь вот есть колебания, да, с которым часы тикают, грубо говоря, буду по-простому объясняться, как для детей, как я сам это понимаю. Вот, за счет этих колебаний больше экономится энергии, но при этом стрелка не так плавно секундная ходит, то есть, если бы колебаний было больше, она бы меньше дергалась. Это вот, что вам, как пользователю, будет видно, но меня не напрягает. Все равно достаточно плавно эта секундная стрелка идет, при этом заряда на трое суток хватает. Также в этих часах применили технологию синтетического материала, спуск сделали синтетический, грубо говоря, пластмасса такая. Тоже много полемики в интернете, было много споров, что как так в швейцарских часах в механизме внутри пластика. Вот, TESOT заявила, что оно сделало это якобы для того, чтобы экономить смазку. Пластик меньше требует трения, и за счет этого надо меньше не так часто обслуживать часы, не так часто менять них смазку, и тоже и ходят они за счет этого, опять же, дольше. Хотя другие часовые производители пластмассу вставлять свои часы не стали, более дорогие. Вот, с такими же механизмами, но вот спуск они этот пластиковый заменили все-таки на железный и добавили туда два лишних камня, два рубина. Тем не менее, ну, давайте говорить честно, сейчас уже швейцарские часы, любые механические часы не сравняться с теми, что когда-то там было в 18 веке, в 19 веке, часы это уже просто индивидуальный предмет, если раньше часы это было достояние, там, отец сыну оставлял, там, сын тоже своему сыну оставлял, это был очень дорогой предмет, то сейчас эта вещь доступная, никто, ну, по наследству часы оставляет, конечно, но как память, никто их там носить не будет после вас, не надо думать, что вы там покупаете часы, которые потом там ваш сын, ваш внук будет носить, этого никогда не случится, да и скорее всего уже даже сейчас уже современные дети, ну, предпочтут смарт-часы, это уже не модно, это уже все уходит, даже посмотрите по телевизору уже многие там в ток-шоу политики со всякими Apple Watch'ами на руке, да, или тот же вот Навальный, у него там смарт-часы одеты, да, известный блогер, хотя он мог бы себе позволить дорогие швейцарские часы, это уже выходит из моды, вот это вы для себя берете, поэтому берите, что вам нравится и не обязательно брать самые дорогие часы из драк-металлов и с вечным там механизмом, нет, сломались, можете ремонтировать, можете просто новые купить, у меня сейчас уже такое отношение к часам, надо покупать часы, которые вы можете себе позволить, то есть некоторые там деньги в кредит брать, занимать у кого-то, а вот есть у вас в кошельке деньги на эти часы, пошли их купили, все, но в крайнем случае подкопили одну зарплату, но не более, это нормально, это часы должны соответствовать уровню человека и не надо покупать подделки, да, лучше иметь настоящие швейцарские часы Tiso, чем подделку Rolex'а, это мое мнение, вы знаете, что у вас часы настоящие, других людей вы часами не удивите никого и никогда, сейчас на это никто не смотрит, часы и часы, все, не думайте, что вы там поразите, что у вас там часы какой-то крутой фирмы будут. По поводу подделок Tiso, фирма правильно вообще читается как Tiso, их очень много, китайцы их в свое время наделали достаточно. Вот, само Tiso говорит, что оно продает свои часы только в брендированных магазинах, ну, типа как официальные дилеры, как это, ну, дилеры это автомобили, не знаю, ну часов дистрибьютор или кто там, вот, то есть если вы хотите, не хотите купить подделку, просто ищите на сайте Tiso настоящие магазины, которые у них на сайте прописаны, адреса, езжайте туда и покупайте там часы, в настоящих фирменных салонах швейцарских часов, да, где там есть Tiso, там и другие часы, как правило, там еще Омегу продают, ну, в принципе, это один концерн, у них одинаковый механизм у всех швейцарских часов, что там у Омега, да, что у Tiso, но они разные по цене. Так вот, Tiso вам точно там фальшивые не продадут, они не так дорого стоят, чтобы салон швейцарских часов вас обманывал и потерял там лицензию на продажу, нет, это не тот бренд, но китайцы его, конечно, подделывать будут, поскольку себестоимость часов, если сюда поставить вместо швейцарского японский механизм, да, если браслет не такой хороший будет, то они будут там тысяч пять, например, стоить, а продадут вам их тысяч за 20, как под оригинал типа, а сам оригинал тысяч 40 стоит, то есть, да, в маленьких там ларьках, в скупке вы, скорее всего, нарветесь на подделку, а в салонах вам продадут настоящие часы, можете не переживать по этому поводу. Это вот к вопросу, как отличить подделку. Ну и у подделок китайцы любят, если это швейцарские часы, обязательно указать, что это, видите, Match Swiss, вот что они сделаны в Швейцарии, они, как правило, это обязательно крупно вам напишут, для них это важно, но при этом у них будет фиговая коробка, из которой будет клей течь и очень плохой браслет. Самим же швейцарским производителям часов не важно, что они сделаны в Швейцарии, им важен именно бренд, поэтому они в первую очередь уделяют надписи, что это бренд свой пишут, как нормальные люди, да, они же и так в Швейцарии живут, им в голову не приходит написать крупно, что это сделано в Швейцарии, а китайцам важно наоборот, не бренд, а что это швейцарские часы. Вот это вот еще один признак подделочки, в принципе. На настоящих швейцарских часах всегда это очень мелко написано, Swiss Mad надпись. Ну, также на швейцарских часах всегда, конечно, все ровненько, вот, все стрелки ровно всегда совпадают, циферки, но это вот надо смотреть на дефекты. Не знаю, если вы не разбираетесь в часах, лучше покупайте в салоне, или вообще не берите швейцарские часы, берите японские, их реже подделывают, там много, они, ну, потому что дешевле стоит, их проще настоящие продавать, нежели подделать. Ну и в конце концов вообще покупаю швейцарские часы, вы должны понимать, что вы платите, конечно, за качество, но качество у них у всех приблизительно одинаковое, так как механизм-то у них у всех почти одинаковый, у многих, не у всех, конечно, у роликса свой механизм, безусловно, да, там, но у многих известных марок стоит один и тот же механизм. До этого ставили механизмы ETA, очень надёжные, кстати, классные механизмы. Сейчас вот Powermatic 80 начали у некоторых ставить, но пока это, я не знаю, как сейчас, но когда я покупал часы, он был ещё экспериментальный механизм, их ставили, по-моему, Tissot и Сертина начала их ставить. Вот. Tissot входит в Swatch Group, то есть, давайте скажем так, Swatch Group, это вот один производитель, который клепает Tissot, там, Omega, там, часы, да, там, ещё какие-то часы, и за счёт этого разную цену на эти часы ставит. Если у вас деньги, вы покупаете там дорогие часы, нету, вы покупаете дешёвые часы, хотя они, в общем-то, по качеству будут абсолютно идентичны. Я вам даже покажу сейчас, попробую в интернете найти запрос, кто входит в Swatch Group, чтобы вы понимали, вот, что такое часы Tissot и к чему они относятся. Кто входит в Swatch Group? Согласно источнику Swatch Group, ООО, Swatch Group, являясь дочерней компанией The Swatch Group Ltd, представляет в России широкий спектр товаров всемирно известных торговых марок бригет, Harry Winston, Blank Payne, Glashut Original, Jacket Dross, Omega, Long Guinness, Redo, Union Glashut, Tissot, Balmain, Certina, Mida, Hamilton, Calvin Clay, Swatch. Вот как-то так, ребят. Так что, покупая швейцарские часы, вы покупаете бренд, в общем-то. И Tissot вполне достойный бренд за небольшие относительно деньги. На этом я обзор заканчиваю. Всем пока. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, до самого. Подпишитесь на канал, кому не сложно, мне будет это очень приятно. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.